Более чем 500 делегатов со всех населенных пунктов автономии приняли участие в плановом съезде движения «Одинная Гагаузия». Форум начался с обсуждения общественно-политической ситуации в Гагаузии и в стране в целом. Представители движения акцентировали внимание на сдерживающих факторы развития автономии и обозначили приоритетные направления в своей последующей работе. Достичь единства в сегодняшних условиях – это очень трудная и амбициозная задача, потому что выгода Кишнева всегда будет состоять в том, чтобы провоцировать в автономии политические расколы и внутренние расколы. Центр всегда будет использовать амбиции местных лидеров, которые внашивают чувство реванша за прошлые поражения. Наша цель – добиться реального признания полумочной автономии. Мы хотим убедить, а если необходимо, заставить Кишнева считаться с фактом существования Гагаузской автономии. Заместитель председателя движения «Единая Гагаузия» Валерий Янеогло, затронув тему предстоящих выборов, отметил, что они проходят достаточно в сложное время. Время угроз и провокаций. Вы знаете о том, что имеется очень серьезная угроза давления олигархов, тех денежных мешков, которые сегодня считают, что деньги играют все, решают все. Вместе с тем, я могу сегодня сказать о том, что эти деньги не вполне работают в Гагаузии, потому что в Гагаузии есть еще некоторые другие начала, начало патриотической человечности. В Гагаузии, к сожалению, приходится одновременно переживание посекательства кишиневских миллионеров, которые пытаются включить наш регион в свою бизнес-империю, так и местных олигархов. И те, и другие одинаково опасны. Они пытаются подкупать некоторых политиков, государственной структурой, захватывать чужой бизнес. Учитывая негативные события, в период работы 4-го созыва Народного собрания Гагаузии необходимо направить силы на укрепление имиджа автономии за ее пределами. В ноябре ожидается проведение Всемирного конгресса гагаузов, заявил первый президент Гагаузской республики Степан Топал. По его мнению, в НСГ должны выдвигаться независимые кандидаты, поддержанные простым народом, а не какими-либо партиями. Ни один кандидат ни одной партии не должен дальше выдвигаться. Иначе мы никогда не добьемся того, что хотим. Иначе мы никогда автономились с работой. Парламент Гагаузии должен доказать, что эти выборы, это собрание народное, переломный момент в жизни нашей автономии. Башкан Гагаузии Михаил Формузал, возвращаясь к моментам разногласий в НСГ и другим негативным политическим процессам, имевшим место быть в автономии, отметил, что те приоритетные направления, по которым была начата работа, будут продолжены. Мы шли на уступки ради самого главного – сохранения спокойствия, стабильности в автономии, зная о том, что последовательная реализация, системная реализация наших планов в любом случае приведет к положительным результатам для автономии. Он также прокомментировал события с участием унионистов. По его мнению, все эти действия направлены на ликвидацию государственности Республики Молдова. И мне непонятно, почему политическая элита Молдовы, кроме нас, стыдливо стыдится своей государственности Республики Молдова. Почему? Они что, стыдятся, что они молдоване? Они стыдятся, что они живут в Молдове? Давайте мы будем строить свое государство, Республику Молдова. В завершении работы съезда была принята резолюция, один из пунктов которой – противостояние акциям сторонников объединения с Румынией. Продолжение следует...